Губернатор Игорь Руденя проинспектировал в четверг возведение Ржевского мемориала советскому солдату. Ход работ по возведению монумента глава региона обсудил с ветеранами, которые тоже посетили объект. Роман Быков также осмотрел строительную площадку и оценил масштабы будущего монумента. Бои под Ржевом из-за их масштаба, значения, но самая главная потерь, часто называют Северным Сталинградом. И этот комплекс в какой-то степени тоже можно назвать Северным аналогом знаменитого монумента «Родина-Мать». Здесь тоже появится очень высокая скульптура советского солдата, 25 метров высотой. И так же, как и «Родина-Мать», он тоже будет виден издалека. Идею создания этого комплекса поддержал президент России Владимир Путин. Доминантой станет скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Ветераны отмечают, они давно ждали строительства такого мемориала. На Ржевской земле 17 месяцев были кровопролитные бои. И вот, наконец, по инициативе союзного государства в декабре прошлого года была выдана идея воздать должное тем погибшим воинам, которые отдали свои жизни на Ржевской земле. Посещение строительной площадки Ржевского мемориала Игорь Рудене и ветераны начали с возложения цветов к закладному камню. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы. Насыпается курган, идет монтаж стен. Продолжается установка систем освещения, благоустройство территории и озеленения. В настоящий момент высажено 215 саженцев деревьев. Для будущих посадок, которые запланированы осенью, подобраны экземпляры березы и рябины. Их в общей сложности планируется высадить еще 80 штук у самого мемориала и порядка 300 елей на площадке лагеря Ржев-Калининский фронт. Ветеранов очень впечатлили темпы работ и их организация. Прекрасно строительство организовано. Я смотрю, я бы не представлял такого, что здесь такое есть. Это полностью строительство, божество какое-то начало. Все эти техники, все это организовано прекрасно. Это грандиозное строительство. Грандиозное. Уже сейчас идет монтаж кабельной линии для обеспечения электроэнергии, которая понадобится не только для подсветки самого мемориала, но и для международной поисковой экспедиции Ржев-Калининский фронт. Она с этого года базируется неподалеку. Для максимального удобства гостей в районе монумента обустроят автомобильную развязку и парковку. До четырех полос расширят дорогу от трассы М-9. Рядом планируется строительство вертолетной площадки, которая единовременно сможет принимать до четырех винтокрылых машин. Работы такими темпами и с таким качеством – это результат тесного сотрудничества властей Тверской области, Российского военно-исторического общества, Союзного государства и Федерального министерства культуры. Область всячески оказывает содействие согласно нашему совместному плану мероприятий, который мы реализуем вместе с Министерством культуры Российской Федерации. Я знаю, что лично министр контролирует ход стройки, поэтому пользуюсь лучшим, выражая благодарность Министерству культуры за размещение такого проекта, за его реализацию и за такой детальный контроль и такой качественный подход к организации проекта. Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведется на сайте поддержки патриотических проектов военно-исторического общества. На сегодняшний день собрано порядка 265 миллионов рублей пожертвований. Так что тем, кто хочет внести свою лепту, стоит поторопиться. Ведь завершить строительство планируется уже в будущем году, к 75-летию Великой Победы.